Добрый день, меня зовут Елена Палатник, я лицензированный иммиграционный консультант по Канаде. Сегодня у нас в гостях Олег Клевинский. Гордость нации, можно сказать. Мы хотим от всей души поздравить Олега в первую очередь с тем, что у него было 6, а стало 7 детей. И стало это на территории Канады, в городе Морден, провинция Манитоба. Сегодня мы поговорим о том, какая же разница между родами в Украине, 6 предыдущих, и родами на территории Канады. Безусловно, лучше было бы брать такое интервью у Татьяны, как человека, непосредственно принимающего участие. Но Олег был во время родов в госпитале все время вместе с Таней, помогал переводить. Поэтому его впечатления значительно более обширные по сравнению с Таниным прикладным опытом. Расскажи, пожалуйста, первое отличие в ведении беременности как таковой. Отличается то, что было в Украине с тем, с чем вы столкнулись в Мордене? Да, отличается и сильно отличается. Кому-то это может не нравиться, кому-то это нравится, но мне это понравилось. То есть, если мы у нас в Украине гоняли по всем врачам, и в конечном итоге это мало кому было нужно, эти все результаты. Чаще всего это выглядело так, что они хотят просто прикрыть себя и все. Здесь все как-то по записи, ты пришел. У нас было только одно такое серьезное УЗИ, на котором, кстати, не говорят пол ребенка. Только врач им может сказать, если он видит, что тебе все равно, если ты имеешь какие-то предпочтения по поводу пола ребенка, они могут тебе вообще не сказать. Есть такая тема, чтобы ты не сделал аборт. Но это также связано еще с тем, что пациент может подать иск в суд, например, если мне врач скажет или мне на УЗИ скажет, что у меня мальчик, я покрашу все стены в синий цвет, куплю все синее. Родится девочка, были такие прецеденты, подавали иски в суд, то, что дезинформировали, поэтому они как бы стараются нивелировать. Но есть частная служба, где можно все-таки выяснить. Потом они уже ближе к родам, где-то раз в неделе у нас был appointment, и она сделала такие маленькие музеи, смотрела, типа, как он любит, но это было больше как впечатлить. Развлечения. Да, развлечения, да. Но анализы делались регулярно, и кровь, проверяли те анализы, которые нам в Украине не делали. И, кстати, вот здесь мы уже поняли один момент, который был у нас всегда в Украине, и мы не могли понять, что это происходит. И здесь мы поняли благодаря тому, что они сделали нам анализы, которые нам в Украине, кстати, ни разу не делали. А что это за анализы? На желчные кислоты. Они проверили желчные кислоты, они обнаружили, что в связи с беременностью у нее как бы холестаз. Этот холестаз, он влияет на плод, то есть может быть гибель плода, и поэтому они, когда увидели, что у нас холестаз, они сказали, вас уже как бы, вы уже можете ржать, у вас полноценный ребенок, 38 недель, поэтому мы завтра будем вызывать вам боли. То есть, пожалуйста, ждем вас в 8 утра в госпитале. До этого ей стимулировали роды когда-нибудь? Никогда, нет. И вот она в Украине, она покрывалась пятнами желтыми перед родами за 2-3 недели, за месяц. И теперь у нас стало понятно, почему это происходит. То есть в Украине врачи понятия не имели, из-за чего происходит такая... Они мне обращали внимание. Моя жена пожаловала, что у нее есть какой-то зуд, она много раз спрашивала вопросов, там какие, если она не чешется, она такая, о, мы должны проверить. И проверили эти желчные кислоты, и они высокие, и они сказали, все, вам надо делать, потому что там не впитывается витамин К, может быть кровотечение у плода, у матери, плюс нервная система может травмироваться. Короче, надо стимулировать роды. И вот завтра в 8 утра мы вас ждем. Так они нам сказали. И вы пришли в 8 утра. Да, мы пришли в 8 утра. Закончилось это когда, кстати? Вот в 8 утра вы пришли, а родили вы? В 9 вечера. В 9 вечера. Окей, для примера хочу сказать, что когда у меня без патологии, просто потому что роддом закрывался на помывку, в 8 утра притащили в Одессе в роддом и стимулировали роды, я родила больше, чем через сутки. Это был кошмар какой-то. Здесь очень оперативно и правильно с точки зрения протокола выполнялись действия для того, чтобы не передерживать плод без воды внутри матери. Да, еще один важный момент хочу сказать, что нам дали возможность, у нас был чем-то ли доктор, и ты живешь в этой местности, мы общались с семьями разными, и они сказали, вот есть специальный врач-акушер, который реально крут в этом. Это тоже мигрантка, сирака. И она реально классный врач, желательно попасть к ней. Мы сказали нашему семейному доктору, что мы хотим к ней. Он говорит, окей. Несмотря на то, что он сказал, окей, нам позвонили, сказали какому-то другому. Ну, мы как бы не сопротивлялись тут, мы тут как бы еще не все знаем. Но когда мы пришли еще раз на appointment к нашему family-доктору, то он спросил, у нас попали мы к тому, кому мы хотели, мы сказали нет. Он говорит, все, я все решу. И такие нас он направил к тому доктору, к тому, к тому мы хотели. То есть мы фактически выбрали себе доктора здесь. Да, кстати, это большая редкость иметь возможность выбора доктора здесь. Молодцы. Окей, какие были предприняты действия здесь во время родоразрешения? Что они делали? Ну, тут интересно. Вот эта ковидная эра наносит коррективы. У них здесь в норме, чтобы мужчина был с женой. Если мужчина не с женой, то у них даже могут возникать вопросы в плане отношений между мужем и женой. Они могут даже аккуратно это исследовать. То есть все ли у вас нормально. Но вот из-за ковида меня сразу не пустили. То есть ее забрали в 8 утра. И мне до 12 часов пришлось ждать. Я ждал, пока они меня пустят. Почему они это объясняли? Ну, они как-то так кратко. Типа мы там готовим пока мисс палату. Хотя по факту там оказалось много свободных палат. Я не знаю, что они там готовили. Мы там какие-то первичные уколы, первичные все там сделаем ей. Ну, и мы вас позовем, когда она будет готова уже. Тебя просили сделать тест на ковид? Ее просили ли делать тест на ковид? Да, они попросили сделать тест ее. Но мы решили отказаться. Потому что, где-то знает, там нужно позитивный результат. И начнется этот геморрой. Это никому не нужно, извините, без завершения. Ты совершенно добровольно, без всяких принуждений. Можешь сказать, нет, я не хочу тест на ковид. Мы спросили, мы спросили, is it optional or mandatory? Нет, it is optional. It's ok, we don't want it. Маска. Тебе нужно было, ей нужно было находиться вот этот ковид, весь роддомик маска? Да, типа да. Только когда они были с нами в комнате. Но опять же, это много, есть разные люди, есть миссёсты, заходили, говорят, типа, нам все равно нужно. То есть, она вообще, в принципе, Таня одевала на себя маску? Да, одевала, да. А когда именно уже... Когда она сняла, то да, конечно, она сняла. Но опять же, миссёстры некоторые просто не обращали внимания. Они, видать, не хотели этих сражений, этих битв за эти маски. Ты все равно там находишься. Ну и слава богу. Я разговаривала на эту тему непосредственно с Таней. И Таня сказала, что она знает прецеденты сейчас в наших странах исхода, когда прям вообще не дают тебе снять эту маску во время схваток. И такой ситуации здесь категорически быть не может. Потому что это прописано, может быть оно по протоколу, но по факту мама решает за себя. Поэтому, если вы считаете, что вам нужно больше кислорода, то это нормально. Таня сказала, что она бы им эту маску засунула поглубже, если бы они здесь заставили её одевать. Поэтому она спокойно сняла и чувствовала себя вполне комфортно. Я считаю, что это вполне уместно в данном случае. Но они сказали, что ты можешь маску снять во время родов. Ну, то есть вообще не проблема. Фактически мы сутки находились, даже чуть больше, полторы суток находились в роддоме. То есть они говорят так, что ребёнок родился, через ровно сутки они его осматривают, берут у него какие-то анализы. И они могут вас отпускать, если у них нет к вам придают, ни к ребёнку, ни к вам. Так оно и случилось. В 9 вечера мы родили. В 9 вечера следующего дня нас отпустили домой. Что касается самих родов, то, вы знаете, как бы, если бы всегда была проблема, не хватало моей жене сил родить. И ей кололи окситоцин. Если такой укол, то и стимулируют. Это и раньше тоже было? Да, всегда. Каждый родом мы их предупредили. Они говорят, мы разберёмся, типа, ну, спасибо за информацию. Но у нас как-то кололи его быстро, и это приводило к травмам определённой матери. Здесь они делали это очень медленно. Плюс они облепили её всякими там датчиками, проверяли просто в постоянном режиме сердцебрение плода, продолжительность свата, как часто они, то есть, эти приборы им показывали. Это было постоянно, пока мисси она вот рожала. Был тоже момент, время родов, когда мы вообще не обезболивали, потому что, ну, как бы, хотели быть первыми участниками, чувствовать, как бы, где-то помочь ребёнку родиться. Как-то у нас такая есть установка в голове, что надо вот чувствовать. Да, чувствовать. Но был момент, когда моя жена уже устала, и мы согласились на укол. Они предложили нам три варианта. Эпидуральная анестезия, морфий и фентанин. Мы так посовещались вместе, решили, фентанила будет достаточно. Он полчаса действует, не каких-то, если ребёнок родится, он не вялый, как бы, сделали этот фентанин. И красота, она полчаса реально так отдохнула, и потом сразу после этого родила. То есть, тут доступны вот эти медикаменты, которые у нас недоступны. Плюс, кормили меня и жену, и я спал с ней в этом номере. Номер, конечно, как какой-то президентский люкс, я не знаю. Всё оборудование, кто только можно мечтать, всё там было сразу. Все там реанимационные вещи, кислороды. Там столько всего было, что даже я врач, я не знаю, названием всем этим прибором. Скажи, пожалуйста, у нас в Украине, да и в принципе в любой постсоветской стране, принято приходить на роды с двумя баулами всего, что необходимо. Предварительно роженица обычно выдаётся список того, что она должна принести, и потому что она должна докупить. Как обстоит вопрос в этом смысле? Вообще, от слова «вообще» ничего не надо, только твоё присутствие, полностью всё. Вот реально всё. Её одежда, все вот эти вот для ребёнка, для неё там, даже, извиняюсь, даже специально какие-то у них трусы есть, которые они тебе дают, для всяких там... Одноразовые. Да, одноразовые, да. Ну всё, просто всё. Ты вообще можешь ни за что не париться. Ты можешь прийти в трусах и всё нормально будет. Можешь и без них прийти, и тоже всё будет хорошо. Так что да, в этом плане, конечно, даже мыслей не было кому-то что-то заплатить. Что ещё впечатлило? Мы когда рожали в Украине, то редко какие роды обходились без обматюкания нас, как рожающих, так сказать. То не так тужишься, то не тужишься, то что ты творишь, тварь эдакая. Ну и так далее. Вот реально, пошли каждый раз. Я понимаю, что это, возможно, наш такой опыт, у других, возможно, его не было. Но у нас было почти всегда. Здесь меня это сильно удивило. Как-то украинец это требовало, чтобы с одной сватки она и родила. Чтобы он не застрял, ничего здесь. А у нас трех сваток практически родила. На них никто не напрягался, они все улыбались, они все, там, это окей. Все, вчера смотришь, вот уже головка вышла, вот уже плечики вышли, вот уже и он вышел. Всё. То есть вообще с таким позитивом, с таким... Потому что стресс, мои знания, не сильно английский. Хотя под стрессом она их понимала 100%. Но они её тоже, вероятнее, всё. Да, и просто спокойно родила, все такие счастливые. Дали мне отрезать пуповину. Вот. Ну всё, просто... В Украине ты тоже перерезала? Не давали. Как-то даже не предлагали. Я не знаю почему, у меня даже идей не было. Мы перерезали в Одессе, мой муж перерезал пуповину дрожащими ручонками. Здесь тоже перерезал. Я должна здесь вот поддержать и согласиться. Действительно, у нас почему-то врачи, которые принимают роды в Украине, он как царь и бог. И действительно, они орут. На меня тоже орали, что я так громко ору, что я перепугаю других рожениц, они испугаются рожать. И постоянно на тебя оказывают какое-то определённое эмоциональное давление. Не у всех, да. У меня было то же самое. Здесь к тебе такое тотальное уважение. То есть, в первую очередь, чтобы на роженице чувствовала себя морально комфортно. И тогда всё и так естественным образом пройдёт нормально. Никаких тебе унижений, никаких кривых взглядов, слов, что ты не так делаешь, не так стоишь. Хочешь рожать сидя, сиди, лёжа, ложись, его раком, боком. Это твоё личное дело. Как тебе удобно? Потому что, опять же, мама знает лучше. Манипуляции по стимулированию вы прошли после того, что родился ребёнок. Какие манипуляции они проводят с ним? У нас родился ребёнок в 9 часов вечера. И они до утра ходили проверять. Через каждые полчаса они взвесили, как всегда. Померили, взвесили рост, спросили, можно ли мы укладываем векосол, помазать глазки. У нас моральных проблем не было, колите. Потом они проверяли ребёнка, проверяли маму, проверяли, всё ли отошло. Короче, до утра они ходили, не назойли его, но они приходили, смотрели, проверяли. Всё. Утром принесли нам бумаги, заполнить насильство рождений. Вот, мы заполнили. Плюс я онлайн подал эту заявку на сфере своего рождения. Плюс они тут же подали на идентификационный номер, по-нашему называется SIM, Social Management Number. И они же подадут и на Child Benefit. То есть ты вышел с его дома, ты вообще ни за что не паришься, тебе приходят просто по почте сфере своего рождения, СИМ и всё остальное. С момента рождения ребёнка есть ли такая ситуация, при которой ребёнка забирают от матери? В вашем случае, то есть в принципе по протоколу, ребёнка помыть, забрать, что-то сделать, с ним переодеть, никуда его здорового ребёнка от мамы не забирают, у меня в самом случае не забирали. Они принесли ванночку помыть. Единственное, что они забрали однажды ребёнка, ну опять же с нашего разрешения, когда хотели взять у него кровь на анализ, какой-то генетический анализ, какие-то протеинки, кетонурии, что-то такое, я не знаю, какой-то там анализ, ну нельзя видеть. Окей, ну в принципе, если вы хотите отдохнуть, то можно сдать на пост кювет с ребёнком, кювет и отдохнуть, они принимают, это я на себе испытывала, но если вы не хотите, ребёнок находится постоянно, исключительно с вами и больше ни с кем. Скажи, пожалуйста, сколько ты тратил в среднем народы в Украине и сколько ты потратил сейчас, будучи постоянным резидентом Канады, народы в Канаде? Ну в Украине в среднем обходилось 600-800 долларов американских. Вот где-то в этих пределах. Так, если я точно помню. Ну точно не меньше, чем 500. Здесь всё, что я потратил, это было 65 долларов на срочный документ в связи с рождением. То есть там либо 30 долларов платишь, либо 65 срочная подача. То есть это всё, что связано с разрешением, введением, это всё входит в бесплатное медицинское... Да, да, все анализы, УЗИ, всё без очереди, тоже очень сильно мне это всё понравилось. Кому это не понравилось, когда себе деньги не берут. Здесь важно отметить ещё тот факт, что если вы не являетесь постоянным резидентом или гражданином Канады, то такое удовольствие может стоить порядка 50 тысяч долларов без осложнений. Вот ситуация при стимулировании родов, это может относиться к бонусам, да, то есть если бы это просто человек приехал на гостевой визе, решил рожать, остался бы здесь, то эти вещи бы, они скорее всего, ну ещё 1000 на 20 бы увеличили счёт, который выставляют по факту родов. Поэтому наличие статуса ПМЖ в такой ситуации большой преимуществ. Скажи, пожалуйста, так как у тебя на сегодняшний день 7 детей, эта ситуация для нашего Памбиновэля, да, Мордоновского региона, в общем-то, не новая, здесь очень много многодетных семей, но для обывателя это, конечно, шок, да, 7 детей, господи, куда, куда ты, что ты делаешь? И были ли разговоры на эту тему, какие-то лекции, какая-то информация в роддоме, когда вы уже родили? Честно говоря, были, нам не очень они нравились, ну, мы как бы не дети, и тем более я и врач, и все эти вещи понимаю, но во время прямо родов, вот прям вот среди дня пришла врач, ту, которую мы хотели, и она стала нам читать, они называют это, как и сего, планированием семьи, вот, фактически правильно назвать это, prevention of childbirth, предотвращение семьи, да, да, предотвращение, да, и она рассказала нам все существующие методики, что для нас они все бесплатные, вплоть до эндоскепической операции, перевязывания, завязывания, за это самое, то есть, те только захотите, только дайте клич, и мне сложилось впечатление, что это сделано было при моей жене, с учетом того, что, возможно, как бы я ее заставляю, но она должна знать, вот они хотели проверить ее реакцию, видать, как бы, как бы, не я ее заставляю, может быть, она там сказала, да, конечно, перевязывайте, да, 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 муж не хочет, тогда они бы меня взяли бы на сторону и сделали бы то, что она хотела, я так думаю, но у нас, как бы, полное согласие с женой, проблем таких не возникало. Нет, ты у них не спрашиваешь, почему вообще они затронули эту тему? Я, честно говоря, не хотел обысать ситуацию, они свое высказали, мы сказали, подумаем, и все, и тема закрылась, то есть, не давать им почву для каких-то дальнейших выводов и рассуждений. У меня товарищ один поднял эту тему, она вообще мусульманка, кто, блядь, какие-то малороды, он говорит, так больше мусульмане сами там рожаете, очень много, и она, ее очень понесло на этом фоне, фактически, она стала говорить о расизме, что, типа, тут в Канаде это, типа, не работает. Я решил не экспериментировать судьбу и просто сказал, окей, мы подумаем. То есть, задача их понять, что наличие рождения такого количества детей является обоюдным, осознанным выбором родителей? Вероятнее всего, да, чтобы не было какого-то насилия над женщиной, и как бы, чтобы женщина чувствовала себя человеком, а не родильным сынком, и каким-то придатком, такой вопрос. Кстати, очень многие мне этот вопрос задают, что здесь, что и за пределами Канады, из наших подписчиков. Зачем тебе столько детей? Вот почему? Хороший вопрос. Тут очень трудно ответить простым предложением, на самом деле. Первое, что мы против категорических абортов, поэтому как бы то, что получается, то принимаем, это первое. Второе, что мы, наша семья, мы не приветствуем все методы, то есть некоторые мы приветствуем методы предотвращения, некоторые мы не приветствуем вообще, вот, поэтому ну, как бы, учитывая наши предпочтения, так оно, можно сказать, получается. у тебя почти все дети запланированы, насколько я знаю. Ну, до третьего точно. А дальше так, в случае? Да, на самом деле, тут нету какой-то особой, особого, если бы сказал, осознанности, что мы хотим. Вот как-то так просто получается, вот честно. У вас в семьях тоже, как бы, много братьев, сестер? У меня только один брат, у моей жены шестеро. Ну, вот, видите, вот и все. То есть для человека это вполне естественно и нормально. На самом деле, ребята, чтобы вы понимали, кто вот особо там, да, боится, получится ли у нас там приехать в Канаду, получится ли у нас, Боже мой, у нас там двое детей, как мы будем, или там я одна, мать с ребенком, смогу ли я? Чтобы вы понимали, Олег приехал с шестью детьми, с женой, которая не говорит на английском языке, а занимается исключительно детьми, и, в принципе, Олег без пяти минут получил лицензию на свой вид деятельности, связанной с ветеринарией. Это не гармошки собирать, да, это серьезная вещь, серьезная. И на все это, мало того, что по сути, так как-то и не особо понадобилось финансирование, потому что Олега по профессии финансирует государство, потому что такие специалисты нужны. И все остальное прикрывается и помогается обществом, правительством, органами местными, ну и вот этой вот варочным аппаратом, который там работает по-серьезному. Поэтому, если вы чего-то боитесь, это только в голове, потому что вот яркий пример человека, как выглядит многодетный отец. На самом деле, стержень там серьезный, и если посмотреть на ситуацию объективно, любой человек в состоянии пройти то же самое и получить такие же самые плюшки, как которыми сейчас восхищаемся мы на территории Канана. И были ли какие-то недостатки по процессу, вот беременности, родов, последующего периода, что-то было, что тебе не понравилось в обслуживании, там, не знаю, в отношении, ну вот кроме этого prevention of pregnancy момента? Ну, всегда нужно что-то найти, но вот так вот вопиющего ни у меня, ни у меня не возникло. Фактически эти роды прошли, наверное, одни из самых лучших, которые были у нас вообще за всю историю. То есть жена моя фактически ходит сразу, полностью вроде бы, я не знаю, такое ощущение, что мы за хлебом съездили, вот в роддом, да. По поводу многодетной семьи, детки помогают, они подрастают, помогают, и везде мы встречаем только позитив здесь, куда мы ни пошли, нам, на хоккей у нас ребенок ходит, там, Виталина ходит, на скейтинг, да, на музыку, у нас дети ездят. Честно говоря, жизнь бурлит, и нам это нравится, и да, у нас шумно, но нам весело. Это прекрасно, я вам скажу, с учетом того, что Олег живет через дом от меня, у меня есть бесплатный детский садик, куда можно притащить своих детей, они там затеряются в толпе, и никто не обратит внимания в первое время. Скажи, пожалуйста, когда ты планируешь следующего ребенка? Я после этого уже не планировал, мы все планируем, как бы перерыв, ну, честно говоря, у нас прожезь есть на пару месяцев каждый раз. Что хреновик у тебя с планированием, нужно тебе сказать. Да, вот, ну, пока мы не планируем, ну, иди знай, как там связи сойдутся, я хочу тебе открыть секрет, что по городу люди ставят ставки на потолок в твоей семье. Есть ребята, которые ставят на 12 детей, вот, есть на 10, ставки, кстати, принимаются тоже, в комментариях можете писать. Теперь важный вопрос, который действительно возник, и он очень часто возникает в иммиграционных семьях, которые жили сначала в наших странах, неважно, за пределами Канады, ну, а теперь живут, рожают и развиваются на территории Канады. Имя ребенка. Ты назвал ребенка? Кэйлиб. Кэйлиб. Это имя входит в топ 100 наиболее популярных имен на территории Северной Америки, Канады и США, Великобритании в том числе, то есть, если говорить об англоязычном мире, это, в принципе, Сережа, да, но для родителей, родственников, которые живут в Украине, Белгороднестровске и все близлежащие регионы, какова была реакция на выбор такого имени и как ты с этим боролся? Ну, это как чужеродное, оно отторгается, это как пересадка органов, да, вот, оно чужеродное, вплоть до того, что, как мы людям будем отвечать, когда спрашивают, там стыдно, вот, как-то так, назовите каким-то универсальным именем, ну, честно говоря, мне это имя нравилось еще с далеких 2000-х годов, очень нравилось, я думаю, вот, было бы классно, я тогда даже не думал о миграции, здесь я оказался и настал вопрос, как назвать ребенка, как-то оно мне вообще вспомнилось и все, все так, как-то вот, вот оно его, и опять же, мы хотели, чтобы имя ребенка было, как бы, библейским, то есть, фактически, из Библии, то по-нашему Халев, это достаточно такой яркий персонаж, библейский, и оно местное, здесь, как бы, он родился в Канаде, как, Лена, вы сказали, что максимум, что он может видеть, это еще США, назад Калев учиться в русскую школу, украинскую, не пойдет, да? Ну, там, разве что, его Колей могут называть, да? Почему? Вот мы предложили Колобок, по-моему, неплохо. Окей, скажи, пожалуйста, из имен, которые родственники предлагали, были какие варианты, или они не предлагали ничего? Мы предлагали Александр, кстати, оно мне тоже нравилось, но мне хотелось дать ему имя не наше, вот, просто хотелось дать ему канадское имя, потому что, как бы, он канадец, вот, захотелось. Я не могу это объяснить ничем, вот, просто что захотелось, вот, вот хочется и все. Ну, надо сказать, что у нас в школе, вот, в каждом классе, мне кажется, вот, есть ребенок с таким именем, и здесь это совершенно нормально. Самое главное здесь, это, и я сама точно такая же, вот, не поддавайтесь, это же ваш ребенок, действительно, очень часто родственники имеют серьезное влияние, о, как, что это за имя такое, ну, как бы, учитывая, что мою дочку зовут Лирон, и родилась она в Одессе, то реакция была примерно такая же, как и у Олега родственников на Калиба. Но нам было, в принципе, глубоко наплевать, и потом все абсолютно спокойно смирились с этим, и вообще никого это не должно интересовать, потому что, действительно, в данном случае, ребенок будет жить на территории тех стран, исключительно, где это имя совершенно приветствуется, да и, в принципе, сегодня такое количество разнообразных имен, вообще, по всему миру, что заморачиваться на тему уместно или нет, в принципе, не стоит. Какие ты можешь дать рекомендации тем, кто сюда приезжает и вот беременеет исходно? Какие моменты ты бы, ну, максимально отметил, там, например, что, ну, вот я в прошлых своих видео про рода и беременность рассказывала, что до десятой недели ребенка не спасают, да, то есть, если какая-то патология будет, то спасать будут маму. Какие есть еще моменты, которые ты бы хотел вот отметить, чтобы люди были в курсе, чего им ожидать от беременности и родов в Канаде? Ну, они делают анализ крови на предполагаемые генетические заболевания. Тоже мне понравилось. Наверное, этот анализ дорогой. Они сделали, сказали, что у нас идеальные гены, скажем так, у жены, они жены привели. сказали, что у нее вообще там риск развития там дауна там вообще там мизерный. Вот. Потом, когда ты беременешь, то тебе фактически сразу предоставляется family doctor. Это плюс. Вот. Это хорошо. Потому что family doctor это доступ постоянно к своему врачу. Вот. В общем, у нас просто не было каких-то сложностей. Я не знаю, чтобы я сказал, если бы сложности были. У нас как бы все, роды пришли хорошо. У нас проблемы с венами, вот, жены на ногах. И мы в Украине носили специальные чулки. Мы просто пришли, мы сказали им, что мы носили такие чулки. Они спросили у нас, какой класс, какой это. Написали нам рецепт, потому что эти чулки только по рецепту в Канаде. Все. На этом тема закончилась. И эти чулки мы потом подали на налоги. То есть нам за них практически возвращают. То есть вот эти вещи, опять же, все вещи, которые по рецепту, они прописывают. Ты можешь некоторые вещи все-таки в аптеке покупать, а ты потом их подаешь на налоги. И они там тебе частично, по крайней мере, она возвращается. Вот. У нас хороший опыт во всех отношениях. Единственное, что они еще проверяют именно жену. Ты когда приходишь только сдавать на учет, скажем так, то они дают ей бумагу как раз в семейном насилии, об отношениях к семье, а так далее. То есть они хотят видеть насколько вот женщина защищенная. Но, наверное, это правильно. У нас, конечно, проблем таких нет. Там, где эти проблемы есть, там, где муж обижает жену, бьет жену, я не дай бог. То, конечно, объясняй тебе эти правильные вопросы. Да, и эти вопросы задают всегда один на один. Да. Без присутствия супруга. То есть если действительно есть какая-то проблема в семье, это то место, где имеет смысл об этом сказать, чтобы оккупировать подобное поведение. Здесь очень строго с семейным насилием. Если оно выносится, все-таки вы об этом начинаете говорить. Я знаю примеры, когда было насилие в семье. Это была эмигрантская семья, которая приехала в Антарио. И жена воротилась в полицию тогда, когда супруг поехал на работу. Его прямо с работы упаковали и забрали. Он примерно провел около двух месяцев в тюрьме. История закончилась нехорошо для мамы, непосредственно для этой женщины, в плане того, что это никак не изменило ситуацию. Но тем не менее, если довольно серьезно подходить к этому вопросу, то и у вас есть реальные проблемы в семье с насилием, то этого мудака хорошо здесь могут упаковать. Это правда. В отличие от наших стран, где, по-моему, это вообще никого не интересует, пока не будет прецедента и обращения к патологоанатому. Спасибо тебе большое, Олег, за информацию. И, ребята, если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. Олег будет рад ответить. Кому нужна консультация по размножению, тоже вы знаете, к кому обратиться. Ну и ждем вас в Канаде. До связи. До связи. Спасибо.